итак всех приветствую с вами я алексей вы смотрите youtube канал парадигм и я решил записать снова по этой самой игре видео а именно вы поняли по какой игре так блин это это не знаю что делать так значит ну когда уже события новые добавят вот смотрите не добавляют события я чувствую что эта игра может короче закрыться я не знаю то есть ну блин мне нужны алмазы мне блин нужны алмазы какого хрена ну смысле не нужны алмаза мне нужно куда-то их потратить вот так вот в общем то такие вот дела значит смотрим здесь вот это давайте пить ну короче вы поняли пить то мы можем пить то мы все можем на общем то потихоньку прокачиваемся как вы видите 18 7 у нас миллионов бм до миллионов важно понимать что миллионов они просто бм значит дальше что еще ну и все блин это бред какой-то если честно это если честно какой-то бред алмазы кстати мне дали двойную порцию алмазов что прикольно тут кстати вот видите можно 6 лотереи одновременно запускать а сколько интересно максимум осталось 100 и 100 смысле 100 то есть каждый день можно по 100 раз крутить прикольно но я не буду спешить потому что понимаете тут то есть она крутится одновременно то есть нажми чтобы получить 6 и она будет крутиться одновременно и следовательно больший шанс получить вот эти какие-то редкие вещи они только вот эти не редкие поэтому вот этот рулетку тоже выгодно типа хранить или как-то так с ней делать в общем то короче выгодно хранить копить и так далее ну естественно если вам позволяет моща то есть для фритуплейщика может это и не выгодно о голем голем редкий покемон ну как он не такой уж и крутой видите всего лишь 4 звезды на максимуме но по редкости он то редкий ну все значит 22 22 тысячи жесть то есть еще мне без ребейта все это делать нет я хочу какой-то еще этот кстати блин блин если у нас кто-нибудь на переработку есть вроде тогда хорошо в принципе значит рейквазу давайте возьмем дальше значит вот это берем ну конечно блин опять но у меня нету у меня нету поинтов мне нужно ловить покемоновая короче не хочу этого делать так призвали капсулы 5 раз что еще я могу показать вам значит в гильдии что у нас у это надо будет короче распределять вот это вот то что в хранилище находится а нам нужно будет пооткрывать я короче день не снимал также блин пост гильдии уже кто-то его побил немножко я пока что не буду пить типа 170 миллионов какой-то за новый что ли человек значит купить 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 к счастью нам хватит чтобы купить так мега камни я кстати вот как вы видите мью мью у нас прокачаны теперь то есть он уже ранг мега эволюции 9 у него тут вообще жесть видите сколько нужно этих камней всяких это очень неприятное бы сказал так тут значит у нас что тут у нас уже довольно хорошо накопилось может даже получу себе нет не получу еще уровень к сожалению или к счастью а стоп конец же ж недели может быть нам что дадут за это а вот этот кто такой вообще какой-то вампирчик так смотрим что мы здесь можем повысить то в принципе все мы можем повысить давайте вот это повысим тогда шары улучшения так значит инстанции спортзал центр покемона центр лабиринта 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 точнее вот эту значит фигню потихонечку в общем-то применяют блин но это будет обидно если закроют мне только вот аккаунт дали и сразу закрут игру вот как всегда я короче неудачник там где короче мне аккаунт дают там закрывают игру и я не знаю может и не закроют мне в принципе то пофигу хотя жалко тогда будет получится что раз ее закрыли то выходит что мой ролик не посмотрят будущем а так то ну то есть помните наруто онлайн когда только открывался хотя вы вряд ли помните особенно тех кто смотрит эту игру у меня но в общем-то когда наруто онлайн только открывался почти никто не смотрел мои видео а потом зато начали смотреть правда старые мои видео самые никто и не смотрел по-прежнему но это им считается видите 60 тысяч сразу дает но я считаю что это стоит прокачивать потому что милу это у нас самый-самый главный покемон потому что он и живучий и атакует очень много особенно про бафан и так он вообще становится мега убер супер мюшным так значит здесь что здесь у нас маунт мяунт видите уже довольно таки хорошо прокачан 81 или какой-то значит тут центр монстр точнее лабиринта центр что-то говорю но здесь мьют у игрек наверное причем давайте будем вручную или же я не знаю вручную или blitz всего райкинг ом ю мы получили мы получили мью довольно много значит это мы прошли здесь тоже блицуем естественно здесь вообще мастхелл блицевать потому что нету смысла проходить вот эти как хорошо быть донатером будьте донатером ну смысле хорошо им быть но вопрос только где деньги взять конечно это интересный вопрос но если у вас есть деньги то естественно быть донатером выгодно так центр инстанцев арена мифический зверь турнир небесная башня вот еще нужно плит всего то не хочу даже пробовать там следующую какую-то фигню пёрышки тут есть вот так смотрим крылья вообще трудно прокачать даже не знаю почему ну в общем то давайте пока что выйдем отсюда тут о сколько у нас достижений кстати я постоянно стараюсь тратить попытки победы на арене так как я типа самый мощный то я могу эти победы постоянно фармить и получать еще дополнительно кристаллы это дополнительно к тому что здесь типа задоначено и так далее короче кристалл у меня дохери еще просто благодаря нашему другу донатеру но в общем то что еще я могу сказать что еще а точно чуть не забыл кстати вот покемоны давайте посмотрим скорее всего мы собрали мью да как вы видите мы реквазу абру райхарна и мью собрали мью это хороший покемон рекваза ну тоже неплохо значит дальше предметы да я хотел их пооткрывать при вас ну не все конечно а те которые собственно нужно открывать вот например мифические яйти каёгра например получили селепи дирать и блин дирать и отсюда целый падает типа лучший хиллер все дела на нифига чет блин и ивенты не меняют это вот очень плохо ой вроде бы новый север открыли а где ивенты чуваки чуваки нам нужны ивенты значит откроем еще что-то вообще такие с них конечно падают на краты что что я манал его маму в рот да вот только свитки призыва пожалуй самое лучшее что здесь падает это смотря как оценивать ну вот перья не перья тоже говно камни типа первого уровня говно короче так вот эти вот эти штуки вообще падают вот мне нравится что здесь есть карта на которой можно лазить и короче получать всякие сундуки камней я тоже каждый день получаю естественно буду брать камни атаки по максимуму потому что они на дороге не валяются и атака собственно на дороге не валяется от атаки будет зависеть насколько далеко смогу где-либо пройти значит дальше сундуки камней опять сундук контроля сундук камней первого уровня тоже интересная штука красные пакеты здесь камни теперь ну давайте попробуем 45 процентов вы видели и атака 35 процентов ну как бы это нормально потому что я атакующие камни старался по максимуму слить ну скажем так в каком смысле слить вы поняли не прямом смысле слить значит в чем дальше прикол чего мы еще не прошли зараза вот это вот действительно говнище что у нас существуют некоторые проблемы с некоторыми вещами а нужно друзьям типа отослать вроде бы у меня нормальные кстати друзья завелись четыре часа один час 10 часов два дня вот дедпула давайте турнем из друзей ибо два дня оффлайн это знаете ли эй чё за фигня ну не знаю пока что тогда пусть будет 19 друзей все равно не все из них даже покеболы мне давали кто-то мне короче розы дарил нафига мне розы ваши чуваки пожалуйста не надо этого лучше дарите мне покеболы как я вам мне эти поинты постоянно нужны покебольные вот даже кто-то онлайн есть может сейчас отошлет мне покебол в ответ по покеболем с тобой чувак по покеболем о целых двое онлайн полуношники а ведь сейчас то поздно поздно так значит чем мы будем делать чушь ты будешь делать кристаллы мы конечно получили типа можно пойти там а на арене ну на арене по-любому придется повоевать потому что собственно почему бы и нет собственно почему бы и нет в этом весь прикол если есть выбор да или нет то лучше да чтобы получить в итоге побыстрее еще немного кристаллов опять же ловля синих покемонов ловля синих покемонов довольно выгодная штука на самом-то деле так так довольно быстро вот если вы донатер я говорю у вас совершенно другая игра в наруто онлайн я думаю это не так круто как быть донатером как здесь здесь просто вообще просто вообще вот смотрите победа против превосходящего по силам противника так смотрим значит здесь сразитесь на арене 5 раз сделано бросить вызов боссу один раз о кстати вот я же сказал я сказал вот 250 то есть каждый 50 побед на арене мы будем получать вот эти вот штучки пройдите спортзал и 35 раз кстати она считается как-то не по одному разу за день то есть получается что в действительности мы довольно быстро напираем эту сумму вот монстров лабиринта видите сложно пройти я не знаю тоже каждые 25 раз мы будем получать шар улучшения вы знаете что здесь достижение достижения в этой игре мне очень очень нравятся я наверное бы вот эта заметка заметка так скажем для моего моей карты powercraft или же для своей игры если бы я ее делал я бы сделал здесь такую же как и здесь систему достижений то есть что когда ты чего-то там увеличиваешь там чего-то достигает что тебе просто то есть увеличивается на определенное число нужно достигнуть и при этом тебе выдают награду и то есть это же можно до бесконечности то есть у тебя будет там 100000 например ты покемонов 100000 поймал и тебе нужно поймать 100 тысяч 50 например и то есть в чем проблема то есть лови это же хорошо если игроки настолько много играют твою игру что они 100 тысяч 50 покемонов словили уже то есть что они запарились на это и так далее почему не сделать достижение чтобы они то есть до бесконечности шли чтобы они масштабировались постоянно это действительно так то есть нужно еще 20 покемонов словить чтобы играть пол получить ну давайте короче ловить я хочу собственно показать как мы получим это достижение естественно нужны синие покемоны ну ладно раз нам пишет что может его убить тепла давайте тогда вот так вот но покебол у нас вроде достаточно так первый как бы их так посчитать это тут какие-то глумы всякие опять же она слишком медленно происходит здесь нужно как-то сделать было бы чтобы быстрее их ловить автоматически то уже ладно можно и без автоматики но хотя бы чтобы можно было непрерывно щелкать мышкой чтобы их словить так тут 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 не до рано так а я сколько уже 2 это по моему покемон так ладно-вано-вано ловлю раз он может убежать то ловлю просто я боюсь что он может не словиться А то у меня такое пару раз было. Что оно в красной зоне, но он не ловится почему-то. Сквиртел. Пошёл нафиг. Ты черепашка, ниндзя. Так, ну ладно, не будем рисковать. Давайте вручную добьём. О, видите? Чуть не убили его. Точнее, не прогнали. Убить тут покемона вообще нельзя. Вообще, покемоны очень добрая фигня. То есть, по сюжету ж ни один из покемонов, типа, не умирает. И вообще, и люди не умирают, и покемоны не умирают. И вообще, этот мультик хоть и тупой, но, типа, учит хорошему. Другое дело, что, как бы, он всё-таки тупой. И, то есть, там, по-моему, серия Южного парка, как я сказал, была о том, что, типа, покемоны тупые. И что, таким образом, японцы хотят отомстить за первую, ой, за ядерные бомбы. И, типа, отупить американцев и так далее. Но, на самом-то деле, из Америки гораздо больше всяких извращённых тупых вещей перешло в Японию. То есть, там всякие вот... Хотя, гейство, наверное, в Японии давно было уже. И вот эти вот все... Ну, в смысле, не гейство, как само по себе. А всякие, короче, вот эти вот... Распущенности, так скажем. Ну, в действительности, вот, говорят, что в Японии, типа, там, чё-то население уменьшается тоже. Но прикол в том, что, как бы, там же острова и все дела. То есть, людей-то очень много на этих островах. И, то есть, им тупо негде жить, поэтому и население уменьшается. Какой-то отбор происходит и так далее. Хотя, там спорно. Они тоже, типа, мигрантов всяких там берут и так далее. Это вообще странно. Получается так. То есть, это не только, там, европейская какая-то тенденция брать мигрантов и там... Ну, во-первых, как бы, мигрантов не так много берут. То есть, это, вот, россияне кричат, вот, в Европе так много мигрантов. Там, айтипедия поехал, там, увидел какого-то чувака, который орешки продаёт. О, мигранты везде. Они тут, короче, всё загадили и так далее. Плевали. Но, на самом-то деле, ну, как бы, это ещё полбеды. В действительности, как бы, у нас тут, например, в Украине или там в России всё везде оплёвано. То есть, а там мигранты наплевали. Но мигранты, они вот русские, если бы мигранты туда приехали, они бы тоже оплевали и так далее. То есть, это от этого, как бы, и не зависит. Другое дело, что если там начнут мечети в центре Парижа строить и там вообще, то есть, переделывать всё под себя, то это другое дело. То есть, в Германии, насколько мы знаем, там, я не знаю, есть ли куча мечетей, там, есть ли, есть ли какие-то вот эти вот там кричат о том, что групповые изнасилования происходят и так далее. Но, а те немецкие новости вроде бы опровергают. То есть, там на самом-то деле получается такая фигня, что... В принципе, преступления-то совершают все. Но кричат почему-то только, когда беженцы совершают преступления. Кроме того, террористами чаще становятся те беженцы, которые, ну, скажем так, уже не беженцы, а те, которые уже с какого-то поколения живут там, в Европе. То есть, у них там ислам головного мозга свербит в жопе и так далее. Ну, то есть, знаете, как... Дело в том, что ислам это вот религия мира и добра, вы же знаете. Так вот, в том прикол, что, как бы, вот этот вот, скажем так, не немец, вот этот вот ближневосточной наружности человек вырастает уже там в Германии и видит, что, как бы, его не особо любят местные девушки. И, естественно, ему становится обидно. А потом он узнает о своей родине, ну, раз меня здесь, типа, не принимают, то тогда я узнаю о своей родине и, может быть, поеду туда. И он узнает, что в его родине, да, там херово и туда лучше не ехать. Но, с другой стороны, там, короче, у женщин нет прав. И тогда у него бы точно был секс. И тогда он связывается с ИГИЛом и думает, спрашивает, типа, как ему сделать так, как на родине, чтобы здесь тоже женщины были доступными и так далее. Ну, и вообще, по многим причинам, то есть, вот этот вот ислам, он может быть привлекателен именно для каких-то молодых мужчин. Радикальный всякий. У них на родине, собственно, на родине умигрантов, откуда они приезжают. У них же там как раз вот этот вот радикальный ислам и отсталость, и всякое насилие, и дерьмо всякое, и так далее. И, собственно, такие вот дела получаются. Так что, несомненно, это надо пресекать. Прикольно, короче. Эй, вот, я говорил, короче, что они не всегда ловятся. Что-то я, кстати, говорил с вами об этом. Ну, с собой хоть со второго раза. А то на синего покемона обычные покеболы больше одной штуки тратить, это, знаете ли. Ещё то удовольствие. Блин, у меня 154 миллиона золота. Может быть, я повышу, короче, нашей группе апгрейды, атаку там и так далее. Там сколько 20 покемонов нужно словить? Именно словить, я так понял. Ну, это на самом-то деле... Ну, по-моему, нужно, чтобы 399 шаров у нас оставалось, тогда мы словим глаз покемонов. Потому что у нас было 420, держишь, вроде. И мы, типа, один шар просрали на покемона, дважды использовал шары. Ну, как вы видите, я хочу именно синих искать, потому что мне нужны именно синие. А они вот перестали попадаться, как назову. Потому что синие, они легко ловятся, и при этом больше поинтов, чем зелёные дают. Во, метанг. Это светлый убийца. Кстати, надо будет его прокачанным попробовать использовать в своей команде когда-нибудь. Не знаю, когда, если честно. Вот здесь вот есть большой недостаток в этой игре. Что, типа, кроме самых крутых покемонов, которых ты можешь, кстати, довольно быстро получить, тут некого-то использовать, остальных невыгодно тупо использовать, потому что они... Ну, в Наруто тоже есть такая проблема, но она не такая острая. Опять же, ниндзя выходят по очереди. То есть, сегодня Курзет Хидан крутой, там завтра ещё какой-то ниндзя. И то есть, в принципе, там много, может быть, разных команд. То есть, всё-таки, ни одна какая-то имба, ни одна мета, которую все качают. Здесь же, ну, скажем так, в основном все одной тоже качают. А если ты хочешь какую-то нестандартную команду, например, с пятью убийцами, то в таком случае тебе нужно, там, это, кучу шаров лить, там, кучу покемонов собрать, и потом ещё и другими делами заняться, в общем-то. И в итоге твой покемон будет не таким уж и сильным. Потому что, собственно, покемон четырёхзвёздочный никогда не будет таким же сильным, как шестизвёздочный. И это очень-очень плохо. Кофинг, Кофинг. Кстати, Кофинг, это ж вроде покемон Команды Эр. Но в первом сезоне я там смотрел этот покемонов. Блин, какие же они убогие. Я посмотрел первый сезон, но пытался. Типа, вспомнить чё-то. Да, я вспомню, я когда-то эту хрень смотрел. Но они действительно, я их вспомнил, что я, типа, мультик, хотя его и крутили, но я его не смотрел. Потому что он... Он, в общем-то, слишком очевидный, типа. О, покемон тебя ждал, а ты его, короче, не захотел. Мне нужны только сильные покемоны, а этот покемон слабый и глупый. Это о Чармонтере там один чувак. Ну вот, какой злодей, короче, будет так открыто говорить. Хотя, в принципе, как бы, в итоге в школе всякие мудаки, короче, которые чувствовали своё превосходство, они пытались тебя таким образом подавлять. То есть, кричать там, чё-то говорить, что-то. О, никчёмный, ещё чё-то там. Ну, можно, типа, таким въебало дать сразу. А можно ещё чем-то заниматься с ними. Ну, хз вообще, что-то как. В общем-то, вот такой вот геодут. Геодут, геодут. Карвания, блин. Говно, а не покемон. Опять же, Иви нету. Вот эти вот картошечки тройные, тоже их особо нету. Блин, ну есть же ж много покемонов, которых можно было бы сюда добавить. Ну, чуваки, типа, пишут, что для мобильной игры это сойдёт. Ну, чуваки, а вы знаете какую-то немобильную игру про покемонов, в которой много покемонов, и которая бы была настолько же крута? Ну, покемон гоу, ну, покемон гоу это... Там нужно бегать. Я не буду никуда бегать. И вообще, там тоже, по-моему, не так много покемонов. Они туда, блин, этих покемонов добавляли, того же Мью-Мью-Ту, очень долго. И, типа, нужно... Там ещё какой-то позиционер, по-моему, есть. Который позволял переместиться. Ну, в общем, какая-то дерьмовая эта игра, покемон гоу. Мутная. То есть, она, типа, о, оригинальность, типа, дополненная реальность. Но это первая ласточка. В итоге, конечно же, будет больше гораздо подобных игр, как покемон гоу. Но, скажем так, это будет ещё не в этом году, так скажем. Уже два года прошло, после выхода покемона коу. И где, что? Просто хайп. Хайп, на котором, в общем-то, заработала Нинтендо. Или кто? Ну, вроде ж Нинтендо владеет покемонами. В общем-то, акции свои подняли в цене, и всё. Эти хайпы, они в действительности, я думаю, их устраивают какие-то чуваки специально. Что там, моду. Знаете ж, вот эту вот моду? Её устраивают чуваки хитрые, которые хотят срубить бабла. То есть, вот, это мода, это новый там фасон. Хотя он был уже сто лет, и так далее. Но это ж новый, это ж типа новое переосмысление, там, чего-то старого, и так далее. Вот сегодня, там, в этом году это модно, и так далее. Ну, знаете, вот эта вот фигня вся есть. Так вот, то же самое есть и в этом. Например, про попаданцев. В литературе, например. Писать про попаданцев, это точно такая же мода. То есть, про попаданцев, особенно в компьютерной миры. То есть, началось всё с World Art Online, то есть, САО. А потом, то есть, все писатели начали писать. Все, короче, мультипликаторы стали об этом. Ну, точнее, не мультипликаторы, а аниме Бейкеры. В общем, куча аниме про попаданцев этих сделали, и так далее. Опять же, вот эти вот хайпы с биткоином, с тем же самым. То же самое способ, типа, расхайпил, и поднимаешь ББО. Ну, пока, короче, всем это не надоест. А, быдло, короче, ведётся. Спокойненько. А вот покемоны не в тренде теперь. Особенно обычные какие-то, донатные. Вонючая донатная игра, все дела. И я, как бы, не спорю. Да, донатная игра, все дела. Но здесь есть Понита. А я люблю Пониту. Это вот это. Короче, как его? Май Литл Пони. Да. Я вот не знаю, Май Литл Пони, насколько я знаю, там были ещё более старые мультики про этих Май Литл Пони. Так вот, в чём прикол, что кто был раньше, покемоны или пони? Скорее всего, пони всё-таки. Ну, я не знаю, это, наверное, не отсылка. Если и отсылка, то неявная. И вообще, вот, это глупо. На самом-то деле, покемоны есть здесь действительно оригинальные. Например, какой-нибудь Магни Майт. То есть, это вообще странные покемоны. Или там какой-нибудь вот этот Алаказан, который волшебный, типа, покемон. Я вообще думал, что этих волшебных покемонов их должно быть много. А вроде бы я не знаю больше таких волшебных покемонов. Или там ещё каких-то других покемонов. То есть, мне кажется, логичным развитием покемонов было бы создание кучи всяких классификаций этих покемонов. Да, у них и так есть классификации, но нужно было бы каждой классификации по нескольку покемонов, как минимум, приписать. А то как-то получается тут... Ну, не проработанные они получаются. Райхард. Ох! А когда-то он мне был нужен. Кстати, его в светлое этой можно собрать. В светлом лабиринте. Сайтер. Вот здесь он, кстати, редкий гость. А на прошлом аккаунте он был очень даже частым. И где же долбаные ивенты у нас? Вопрос. Блин, вот я не могу все эти, все покеболы. Мне так лень их вот это вот кидать. Ладно, уже под вас день. Это получается даже слишком много покеболов даётся нам. Их тупо становится лень использовать. И в итоге они копятся и копятся. И вообще. Ну, главным образом, потому что мы не ловим новых покемонов. Вот реально, когда я в первый раз сюда зашёл, мне было очень интересно. Знаете что? А что если сделать игру, где нужно, собственно, бродить по какому-то лесу от первого лица и собирать, короче, грибы? Вот это было бы круто. Ну, правда, типа, нужно там графоний крутой сделать. То есть, симулятор собирания грибов. Ну, потому что это, это интересный опыт. У меня есть такой опыт. Если покемонов придумали, чувак придумал, который хотел передать опыт собирания жуков, то можно же опыт собирания грибов передать. Ну, то есть, суть в том, что грибы, типа, они будут так спрятаны, что их нужно именно находить. Хотя этот опыт был в каких-то играх. То есть, там, где, например, какие-то ключи надо брать, там, где там, в пазлах разных играх. То есть, где нужно найти какую-то записочку незаметную или ещё что-то. То есть, на самом-то деле, этот опыт уже присутствовал в других играх. Но, он не был главой угла, так скажем. Кстати, это... Нет, это не... Это не Let's Be Friends. Но тоже неплохая музыка. Пседак! Давайте ещё Пседака, Мэджик Арт, блин. Пошёл нафиг! Рыба! Рыба! Щука! А Макби говно! Покемон! Мак не Майт? Вот он единственный такой. Почему он единственный механический покемон? Неужели они не могли? Хотя, может, он не единственный. Я там не смотрел всех покемонов. Но именно в этой игре он единственный такой. А ведь из него бы мог получиться отдельный особый класс. Так, не до рано. У меня, вот видите, уже аж восемь таких покебола. Крейт Боу. Так, ну здесь же нам нужно убить его просто. вот, вот, синенький. Мне нравится, когда много синих падает. Но, к сожалению, они начали падать слишком поздно. Нам уже всего лишь два осталось словить. Давай еще синенького. Не, ну, вот этот, кстати, это один из стартовых покемонов. Но он из последующих, короче, сезонов или чего-то подобного. А, поколений. Они, короче, поколениями измеряются, эти покемоны. Поколения New Generations. Вот, смотрите, 150 и 150. И смотрим, 200. Вот, как, я даже 151 славил. Все-таки у меня было 421 покебол выходит, был. Вот, такие вот дела. Поймайте 200 покемонов центре. Так, мне кто-то на почту прислал. Наверняка это покебол. Что я проиграл? Ну, да ладно. Не привык я проигрывать. Ой, как не привык. Так, ну вот, Paradise. Это хорошо, что он мне прислал. Значит, вот так вот дальше, в лавке. В лавке все-таки нужно кое-что наладить. Нужно все-таки купить, наверное, этого Кроудона, потому что я его так не оставлю. эй, мне даже а, реквазы. Да ну нафиг тебя, рекваза. Лучше тогда шариков куплю. Вот опять хочет она у меня тут быть, эта рекваза. Вот чувак, я не понимаю его, он еще и покупал вот эти карточки. Зачем ему эти карточки были? Я за все время, то есть, мне было, что покупать, и я даже их не использовал. Потому что, если заходить не один раз в день, а несколько раз в день, то это, в общем-то, очень помогает. Ну или если ты постоянно донатишь, то тоже, в общем-то, проблемы возникают, так скажем. Так. Со второго сервера пацанчик. Так. Блин, просрал сегодняшний день. Ну это я так освоил. Значит, ну когда уже, в общем-то, устроят нам улучшить покемона, бросить вызов боссу, мифического зверя. Короче, мифического зверя, как вы понимаете, я каждый раз убиваю. Ну-ка, да могу. И очень много поинтов там получаю. В общем, донатерам хорошо быть. Вопрос только в том, что, типа, тут вот в инстансах тут у нас проблемы возникают. Потому что, о, кто-то очень много пожертвовал, чуваки. смотрим, анубис. Анубис очень много пожертвовал. Маркас Френч тоже. Ну, я, если честно, не знаю. Мне, я должен, по идее, вот это вот все себе это, зарегистрировать, кто сколько пожертвовал. и потом выдать им столько, сколько они пожертвовали кристаллу, столько им накрады. Ну, мне ж нужно как-то, короче, в первый раз я вот по вот этим вот параметрам им раздам накраду. То есть, просчитаю, сколько там процент. То есть, сложу всех, потом поделю на количество и потом короче разберусь с этими процентами. Потому что буду вот выдавать вот это вот все в зависимости от того, когда что будет идти. На. Себе я ничего не буду оттуда брать пока что. потому что это глупо. торрентс, 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 торрентс. Так, смотрим. Фантом Зет, не помню, он меня убивал или нет. Нет, в этот раз мы победили все-таки. Значит, смотрим. Чего-то мы еще не прошли. вроде все прошли. Рейтинг мы не захотели, да? Ну, в общем-то, здесь мы забьем на всю эту фигню. Ну, что я могу? Я больше не хочу ничего вам, так сказать, ведать. Как вы видите, а, еще в гильдии может быть здесь в технологиях кое-что сделать, значит. Во, уже кто-то прокачал, видите, 25% жесть, Очень-очень хорошо прокачано. Правда, теперь 10 биллионов стоит. Это, знаете ли, опасно. А здесь 5 биллионов. То есть, после четвертого уровня повышается стоимость, да? Но это печально. Это печально, что повышается стоимость. придется, наверное, нам туда вкидывать. Потому что, ну, все-таки в два раза это мощно. Значит, стоит ли нам, стоит ли нам? Ну, здесь у нас все соединено. Не, заменять я, наверное, сейчас не буду. Мне тупо спать хочется и не хочется этим заниматься всем. Но, тем не менее, имейте в виду, что нужно мне там камешки позаменять. И, конечно же, побольше атаки займить. Потому что атака это очень важно. Помните, атака в любой игре это самый важный параметр. Хотя я раньше, типа, ну, я таким был пассивно-агрессивным и поэтому я любил защиту и так далее. Опять же, в том же Наруто онлайн. Когда я только пришел, я думал, типа, вот, буду, типа, танком. Эти все агрессоры, а я буду, типа, таким вот защитным. Но нет, оказалось, что в большинстве ивентов действительно нужно больше урон и так далее. и какой толк с того, что ты кэнсер, если там нужна награда зависит от того, сколько урона ты нанес. Такие вот, в общем-то, дела. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк. Всем пока-пока.